Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку. В Китае один из самых высоких показателей средней продолжительности жизни. В 2020 году эта цифра составила 77 лет. Как китайцам это удается? Конечно, за этим стоит комплекс факторов. И сегодня я вам расскажу про самый насущный. Это питание. У китайцев в крови профилактика и лечение заболеваний через пищу. Здесь чуть ли не каждый человек как ходячая пищевая энциклопедия. Местные жители знают, какой продукт чем полезен, в каких случаях и в какой сезон его есть. Смотрите видео до конца и вы узнаете топ-5 полезных продуктов Китая и 5 китайских народных рецептов от самых распространенных заболеваний. С древних времен его называют королем трав. Китайцы часто принимают их во время экзаменов, в случае переутомления и в период напряженной умственной работы. У нас их рекламируют как прекрасное средство для похудения, но китайцы любят боджи совсем не за это. Китайский финик, он же зизифус, он же унаби, он же цао. Или сделать куриный суп с финиками. Кстати, это очень даже вкусно. Если есть семена лотоса, можно вернуть себе молодость. Поменяются в изготовлении нескольких сотен препаратов традиционной китайской медицины. Ловите топ-5 китайских народных рецептов. Берут китайскую грушу, режут на средние куски. Кашу также дают при алкогольном обвинении. И как лично я повышаю иммунитет своим дочкам. Рассказывайте, как вы повышаете иммунитет. Пользуйтесь народными средствами. Когда человек заболевает, по мнению китайских медиков, в каком-либо органе скапливается избыточный жар, который удаляется различными способами. Самый простой способ – это продукты питания в свежем виде или в виде отваров и компотов. Я требую начать вести здоровый образ жизни. Обязательный для всех здесь присутствующих. Ну и, естественно, здоровое питание. То есть никакой тяжелой пищи в течение дня. И вообще никакой пищи после шести. Начну с полезных продуктов, которые добавляют везде и всюду. Или едят просто так, для профилактики. Первое – это женьшень. Китай – это родина женьшеня. И первая страна, где начали применять это лекарственное растение. С древних времен его называют королем трав. Это лучшее средство для повышения иммунитета и омоложения. Женьшень продается как в натуральном виде, так и в виде таблеток. Из-за удобства таблетки, соответственно, пользуются большим спросом. Китайцы часто принимают их во время экзаменов, в случае переутомления и в период напряженной умственной работы. Далее – ягоды Годжи. У нас их рекламируют как прекрасное средство для похудения. Но китайцы любят Годжи совсем не за это. Да и, если честно, в списке свойств этих ягод конкретно про похудение ничего не говорится. И даже если я скажу, что веселая пушинка или фея похудеет, это нифига не изменит. Их главным свойством является повышение иммунитета. Следующее – это финики. Китайский финик, он же зизифус, он же унаби, он же дзао. Это очень полезный и вкусный плод, который китайцы используют в кухне и медицине. В свежем виде финик зелено-бурого цвета, а в сухом – красного. У дзао очень много сортов, как у яблок. Чем же он так полезен? Он повышает иммунитет, снижает холестерин, помогает справиться с токсикозом, повышает уровень гемоглобина и лактацию, нормализует кровяное давление и усиливает рост волос. В кухне обычно используют сухие финики. Их можно просто заварить горячей водой, сварить компот, пшенную или рисовую кашу, или сделать куриный суп с финиками. Кстати, это очень даже вкусно. Далее – белые древесные грибы. Если в китайской кухне чаще используют черные древесные грибы, то в медицине – белые. Белые древесные грибы очищают кишечник, увлажняют легкие, укрепляют иммунитет, помогают восстановить силы после болезни и повышают стойкость организма во время лечения раковых заболеваний, в том числе во время химиотерапии. Это хорошее средство от кашля, полезный продукт для мозга, а также незаменимое средство для красивой кожи. Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. И семена лотоса. В Древнем Китае говорили, если есть семена лотоса, можно вернуть себе молодость. И в этом есть доля правды. Традиционная китайская медицина утверждает, что семена обладают успокаивающим действием, помогают избавиться от патологий почек, способствуют снижению давления и помогают в борьбе с бессонницей, способствуют удалению пигментных пятен. Даже так. Сушеные семена применяются в изготовлении нескольких сотен препаратов традиционной китайской медицины и часто используются в кулинарии. Как правило, это каши и супы. По внешнему виду и по вкусовым качествам семена лотоса очень напоминают обычные орехи. Ну что, полезные продукты обсудили? Теперь ловите топ-5 китайских народных рецептов на все случаи жизни. Ими пользуется чуть ли не каждый житель Поднебесной. Рецепт номер один – это медовая вода. Она снимает переутомление, способствует пищеварению, успокаивает, снимает воспаление, очищает кожу и полезна для желудка. Даже немножечко, чайная ложечка – это уже хорошо! Ну, а тем более полный горшот! Многие китайцы начинают день с медовой воды и только потом едят завтрак. Мед рекомендуется добавлять в кипяченую воду не выше 40 градусов. И, соответственно, есть завтрак где-то через 15-30 минут после приема медовой воды. Второе средство – это имбирный чай. Это очень хорошее жаропонижающее средство. Самый простой способ – это порезать несколько ломтиков имбиря, добавить воду и ложку бурого сахара и довести это все до кипения. Пить нужно это все в теплом виде. Далее – грушевый компот. Это очень хорошее отхаркивающее средство при кашле. Берут китайскую грушу, режут на средние куски, не удаляя семечки и кожуру, и варят в воде или на пару с добавлением кристаллического сахара. Кристаллический сахар – это очень частый компонент в китайской медицине. Его кладут во все компоты при простуде и не только. Рисовая каша. Ну, думаю, ни для кого не секрет, что она хорошо останавливает диарею. Кашу варят до тех пор, пока рис полностью не развалится. И еще интересный момент. Кашу также дают при алкогольном объединении, для того, чтобы человек мог быстрее прийти в себя. Видите, как интересно, если у нас дают огурцы или пьют пиво для того, чтобы похмелиться, а китайцы едят рисовую кашу. Надо уметь пить или не пить вовсе. И последнее средство – это компот из белых древесных грибов и красных фиников. А компот? Компот. Он хорошо повышает иммунитет, полезен при активной умственной деятельности и способствует долголетию и омоложению. Для этого компота понадобятся грибы, кристаллический сахар и финики. Сначала нужно поварить белые древесные грибы в течение 20 минут, а потом уже добавить финики и сахар. Когда финики станут мягкими, компот готов. Это весь обзор, который я приготовила на сегодня. Я часто получаю вопросы, как китайские родители поддерживают детей в период простудных заболеваний. И как лично я повышаю иммунитет своим дочкам. Ответ простой. Мы пользуемся многим из того, что я рассказала. Девочки постоянно едят кунаби или красные финики с грецкими орехами и пьют грушевый компот. А в садике им регулярно дают компот из белых древесных грибов с финиками. Иногда туда добавляют ягоды годжи. Это действительно помогает, потому что смесь очень-очень полезная. Ну а на сегодня у меня все. В следующий раз расскажу про самые популярные и дорогие продукты долголетия в Китае. Кардицепс, ласточкины гнезда, морские огурцы и прочие деликатесы. Включите уведомления, чтобы не пропустить. И рассказывайте, как вы повышаете иммунитет. Пользуйтесь народными средствами. До встречи в комментариях и следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!